здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке мы рассмотрим с вами вкладку bootstrap который позволяет нам делать цвета то есть оформлять элементы нашего магазина например кнопки купить в корзину всевозможные текстовые надписи и так далее переходим в админку нашего сайта переходим компоненты джима касса переходим настройки и предпоследняя вкладка bootstrap прежде чем вы будете здесь вникать читать что это такое всегда читаете вот такие вот серые строчки текста эти строчки позволяют понять за что отвечают та или иная функция и давайте смотреть категории категории в списке мы можем взять закругленный круг и полароид что это такое сразу давайте посмотрим я беру круг нажимаю сохранить перехожу на главную и вы видите у нас все изображения очень сильно имеют такой радиус закругленный да то есть если картинка у вас будет квадратная то скорее всего используя данный эффект она будет здесь круглые продукты категория то есть это внутри уже в категории также можно сделать и продукты корзина я выставляю нет движемся дальше кнопки и ссылки перейти категории серая кнопка сразу меняю цвет и показываю вам чтобы вы сразу понимали где это находится ну то есть можно оставить серое можно под ваш дизайн шаблона подгонять цвета можно менять цвета только которые указаны здесь и внизу еще можно выбрать ссылка будь не кнопка а ссылка вообще давайте сразу до синяя кнопка сохранить обращаем внимание вот на эту кнопку категории да видите они серые обновляю вы видите они стали синий все так вот просто меняются цвета у нас я не вижу смысла объяснять вам каждый здесь пункт здесь все на русском читайте подсказки здесь все понятно я остановлюсь только на сложных моментах например вот эти вот до моменты плюс минус посмотрите серая кнопка серая кнопка давайте сразу голубая кнопка зеленая кнопка запомни какие цвета мы выбрали нажимаем сохранить переходе в какой-нибудь продукт переходим в корзину и вот видите вот этот плюс минус мы сейчас только что дали цвета данным кнопкам то есть этой кнопки по прибавлению количества товаров для покупки то есть вот так всплывающем окне и в самой корзине они у нас вот си синие и зеленое можно оставить принципе серый потому что у нас шаблон такого же нейтрального цвета движемся дальше надеюсь с разделом кнопки ссылки все понятно ваша будет задача поиграться и посмотреть изменить цвет каждому здесь элементу чтобы информацию вас закрепилась дальше идем списке под категория сразу давайте берем например зеленая кнопка и сохранить давайте посмотрим где это отображается сейчас мы с вами не увидим потому что у нас списков так таковых здесь нет это если мы перейдем в категории прокрутим вниз и поставим список категории мы с вами тоже проходили перейдем на главную смотрите если вы используете вот такой вариант помните мы с вами затрагивали его то есть вы используете категории как просто список вывода других категорий и там уже у нас есть товары сейчас вы видите я ее сделал зеленый и при наведении пункта тоже становится зеленый переходим в бутстрап смотрите в этой части можно сделать еще открыть вверх давайте посмотрим то есть наш список видно он опускается вниз обновляем страницу по клику список направлен вверх это видно и то же самое у нас есть тут для под категорий я это уже рассматривать не буду здесь аналогичная ситуация я эту беру потому что я здесь список не использую дальше двигаемся текст данные на стиле применяется к текстам каким-то моментом смотрите в наличии то есть текст в наличии помните категория заходим значит это у нас внутрь вот она категория и вот видите текст в наличии и здесь вот видно зеленого цвета мы например берем оранжевый сохранить обновляем сайт и вы видите у нас цвет под текстом у нас стал оранжевый то есть вот так вот все просто здесь работает нет наличия красный в это помните стоимость 1 категория корзина здесь подсказки написано выберите стиль перечеркнутого текста вы помните у нас был серый давайте поставим красный сохранимся вот видите здесь перечеркнутый у нас идет серый обновляемся красный если зайдем внутрь то соответственно здесь видите у нас идет серый для этого здесь есть другая настройка на странице продуктов вот данная опция видно здесь серый давайте сделаем черный для примера просто посмотреть обновляем страницу продукта и видно что здесь уже черный цвет подложка где перечеркнутая на сцена думаю здесь понятно как это устроено также здесь поиграетесь ничего сложного здесь нет поэтому я прокручу дальше у нас есть еще здесь стиль иконки количество продуктов категории перед текстом темные скрыть светлое видно что заголовка это иконка значит этот цвета к иконкам если перейдем в категорию у нас здесь есть такая видите черная иконка корзины рядом вот с этим текстом количество продуктов если например сделаем сделаем скрыть сохранить если иконка там не нужна то иконка видно скрывается хотя она здесь нужна иконку можно сделать светлую у нас шаблон светлый поэтому лучше оставить перед текстом темную видите можно еще поставить после текста и со светлой то же самое оставим как было вот интересный момент файл продукта категория давайте посмотрим сразу что за файл продукта вот вы видите у нас здесь есть стрелочка вниз то есть когда мы с вами загружали электронную книгу вот эту иконку можно менять если мы кликнем по списку мы даже можем выбрать здесь книга иконка книга если вы продаете книги идеальный вариант и ниже строчка в файл продукта категории то есть мы выбираем здесь и бы темный либо светлый вариант давайте попробуем светлый то есть наша книжка будет сейчас не темно-цветло цвета а светлого обновляемся и и здесь не видно потому что у нас с вами светлый дизайн поэтому мы делаем иконку темную и посмотрим то есть темный светлый дизайн хорошо подойдет к темному шаблону видите у нас тут иконочка книжки заходя внутрь здесь также она иконка книжечки и здесь уже смотрите что вам больше подойдет в качестве данной иконки здесь есть фильм музыка книга картинка подарка можно даже скрыть то есть чтобы не показывать что здесь прикреплена книжка возможно так даже будет лучше потому что ведь ничего нет при покупке все равно появится кнопка купить здесь будет название книжки например картинка книжки описание книги да возможно какие-то характеристики по книге будут поэтому возможно здесь ссылка вот эта иконочка вам и не понадобится вовсе можно здесь это скрыть вот еще интересный момент подробнее в корзину то есть смотрите у нас с вами идут кнопки если давайте перейдем посмотрим сейчас у нас есть вот такие вот кнопки описание в корзину вот видите у нас выведена внутрь идет просто иконка кнопка корзины в желаемое красные ну и здесь еще комментарии добавлены об этом позже поговорим вот можно вывести вот так же и все разными цветами для этого вы спускайте низ и вот эти две кнопочки показать включаете давай сохранимся внимательно смотрим сейчас за кнопочками обновляю страницу и вы видите да у нас с вами все получается у нас есть три кнопочки четвертый как я уже сказал эта кнопка комментариев она здесь появится когда мы с вами подключим форму комментариев для нашего магазина об этом будет отдельно уроки чтобы задать цвета данным кнопкам который мы только что активировали мы поднимаемся выше где у нас находится список кнопки и ссылки и вот смотрите подробнее категория я выбрал оранжевая кнопка и вы видите у нас здесь появился то оранжевая кнопка видите давайте теперь еще сделаем корзину другого цвета а дальше уже вы сами тонируетесь посмотрите какой цвет за что отвечает посмотрите в корзину категория выбираем например красная кнопка сохранить обновляем сайт и вы видите вот красная кнопочка корзины появляется у нас здесь на каждом продукте спускаемся сам вниз у нас еще есть другое заголовок таблицы здесь можно быть светлый или темный это все заголовки которые у нас выглядит такого вида вот я не знаю почему сейчас у меня на странице продукта тут где есть выбор отображаемого макета здесь обычно была такая полоска как бы блок может быть это из-за шаблона его нет вот в общем можно было делать цвет светлый или темный для этой полоски для шапки блока такая же шапочка отображается у нас в корзине если мы перейдем в продукт зайдем в корзину вот видите вот эта шапочка у нас светлого цвета вот все такие элементы где не встречаются можно задать темный цвет если это нужно вот сейчас посмотрим выбираем темный цвет сохранить обновляем сайт заходим еще раз в корзину и вы видите вот эта шапочка где у нас есть наименование количество стоимость она стала такого почти черного цвета в общем эта опция отвечает вот за такие шапочки в принципе вот здесь все об вкладке бустра здесь главное если вам непонятно какая опция за что отвечает вначале конечно глаза будут разбегаться нужно наводить мышцу на заголовок и здесь более детально уже описано но если даже это вам непонятно то здесь нужно просто выбирать цвет сохранять и смотреть где это меняется тем более после этого урока я думаю вам будет уже намного проще определиться цветами по самым основным параметрам где что меняется я вам показал на этом здесь все и увидимся в следующем уроке а